Великомучник Георгий Победоносец издавна почитается на Руси как покровитель земледелия, пастухов и, конечно же, воинов. Храм в его честь в поселке Измайлово Барышского района был освящен епископом Филаретом осенью 2013 года. До этого в поселке никогда не было нормальной большой церкви. А вот там, вот, 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 Христос Соскрес, Христос Соскрес. Для владыки Филарета стены этого храма, можно сказать, родные. Ведь Георгиевскую церковь построили на основе сруба старого храма Жадовского монастыря. Именно в этих стенах будущий владыка совершил свою первую литургию в качестве священника в конце прошлого столетия. Теперь практически ежегодно служит здесь на день поминовения великомученика Георгия Победоносца. В этом году престольное торжество выпало на Светлую Седмицу. По ходатайству владыки Филарета трое клириков первого благочиния Барышской епархии были удостоены различных наград от патриарха Московского и всея Руси. Протеерей Алексей Есин из села Заречное был награжден орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени. Иерей Георгий Мускатинов из села Павловка правом ношении палицы. А молодой священник Станислав Кислов теперь будет носить камеловку. В конце литургии владыка Филарет возглавил крестный ход вокруг храма Георгия Победоносца. За престолом и у крыльца храма крестный ход останавливался. И владыка после молебна окроплял всех святой водой. Великомученик Георгий Победоносец один из самых почитаемых святых в православии. Святой принял мученическую смерть от рук язычников в 303 году, так и не предав христианской веры. Его образ помещен на герб столицы нашей родины города Москва. А также в его честь еще Екатерина II ввела в обращение черно-желтую ленту как символ победы. Поэтому в день его памяти сугубые молитвы в храмах возносится Георгию Победоносцу. Он с твердой верою последовал за Христом. Мы сейчас, говорю, то есть немногим 30 лет ему не исполнилось. Так вот подумайте, если самый рассвет силы, можно было, что называется, сделать военную камеру чиновникам. А он предпочтел за Христа. Владыка вкратце рассказал историю святого и притчи о чудесах, которые были им явлены. Как святой, явившись людям уже после своей мученической смерти, заколол змея. И почему он так почитаем на Руси. В завершении своей архипастерской речи преосвященный Филарет пожелал измайловцам быть крепкими и брать пример с Георгия Победоносца. А главное, помогать в служении своему батюшке Иерею Евгению Мельцаеву. Дмитрий Горин, ведя студия Барышской епархии специально для Улправда ТВ.